Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим, как закрылась неделя предыдущая, что нам ожидать на этой неделе, ну и обсудим самое, пожалуй, значимое событие этой недели, это презентацию компании Apple, которая пройдет завтра. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, хотелось бы подвести итоги для начала прошлой недели, сделаем мы это на примере индекса S&P 500, для того, чтобы сразу же сложилось общее понимание. В целом мы с вами видим то, что ралли на фондовом рынке продолжается, ну и собственно мы видим продолжение укрепления фондового рынка, ну и соответственно падение американского доллара. По индексу S&P 500 до локальных максимумов она остается не так далеко, сейчас мы торгуемся вблизи области 3 500, в принципе ее мы вполне можем обновить и двинуться дальше. Ну и в свою очередь также есть предпосылки на то, что можем и локами максимум переписать. Поэтому пока сейчас рассматриваем как продолжение роста по фондовому индексу, как основной сценарий. Ну и собственно уже начался сезон отчетов, многие компании уже отчитались, многие компании будут отчитываться в течение октября. И собственно вот этот сезон будет показателем и расскажет нам о том, как действительно компании вышли из ситуации с коронавирусом. Если отчеты будут позитивными, то это может придать дополнительного драйвера роста для фондового рынка. Ну и соответственно за этим тоже мы будем следить. Из ключевых событий, на которые стоит также обратить внимание, это презентация Apple, которая пройдет завтра, как и предыдущая, в которой рассказывали компания Apple про Apple Watch, которая была в сентябре. Она пройдет в удаленном режиме, то есть в онлайн. И в ходе этой презентации будет как раз продемонстрирован новый iPhone с технологией 5G, который как раз призван заменить, ну то есть побудить пользователей, которые пользуются iPhone'ами уже много лет поменять свои продукты на более новые, так как в них уже будет технология 5G. Обязательно будем следить за тем, как это будет происходить. Потому что, конечно, та презентация, которая была в сентябре, ну не особо была интересна, не особо порадовала, видимо, инвесторов. Ну и акции с максимумов сентября все еще продолжаются находиться в коррекции. Как раз в начале сентября я тоже для себя купил в портфеле акции Apple, но вот сейчас жду, собственно, этой презентации, чтобы посмотреть, как они представят новый iPhone, ну и, собственно, как на это среагирует рынок, смогут ли уйти, собственно, дальше по восходящей. Ну, действительно, презентация iPhone'а была отложена на, ну то есть должны были презентовать в сентябре, презентовали в октябре. И большой вопрос, какой функционал дополнительно будет также в данных телефонных представлениях. Ну, собственно, ждем этой презентации, как и всегда, презентация Apple, которая проходит осенью, для того, чтобы понять, как компания движется и что будет дальше происходить с ее продуктами. То есть, пожалуй, это вот самое важное событие, которое мы можем ожидать нам этой недели. С точки зрения презентации компаний. Теперь также давайте посмотрим календарь, что из ключевых событий нас ожидает на этой неделе. И затем пройдемся тоже по всем инструментам. Я поставлю приоритет только по высокой значимости, чтобы отфильтровать. В понедельник США, вот интересно, в США это выходной день, насколько я понимаю. Если это день Колумба, вполне вероятно, что сегодня в США будет выходной день. Выступление представителя Банка Англии пройдет завтра. Также будет опубликовано число заявок на пособие по безработице по Великобритании. Здесь ожидается прирост. В среду выйдут, также будет выступление президента ЕЦБ Лагард. Важное событие, за которым стоит следить. Четверг будет проходить, видимо начнется саммит лидеров ЕС. Он будет проходить весь день и продолжится также в пятницу. Вполне вероятно, что это будет также связано и с событиями с Великобританией, которые необходимо как раз договориться по текущим мерам выхода. Ну и также в пятницу выйдут розничные продажи. На самом деле сейчас нужно быть довольно-таки аккуратным, потому что предвыборная гонка впереди. Собственно, у нас из ключевых событий с точки зрения предвыборной гонки остаются финальные дебаты. И вот как раз завтра в рамках Энерал Маркетс мы проведем вебинар с моим коллегой Фуадом Рассулом, Виталием Сергеенко, где мы втроем обсудим как раз то, как вообще поговорим про выборы, как происходят выборы в США, как могут повлиять победа одного из кандидатов на какие-то из инструментов, из акций, из фондовых индексов. Ссылочку также оставлю в описании к этому видео, потом приходите, регистрируйтесь и завтра мы более подробно как раз все эти вещи обсудим. То есть не так много важных событий, которые будут на этой неделе, но тем не менее есть сезон отчетов, есть предвыборная гонка, поэтому рынок может как раз получить данный импульс вполне и без каких-то значимых новостей. Имеется ввиду запланированных. Ну а теперь давайте посмотрим по инструментам. Мы как всегда начнем с евро-доллара. Евро-доллар закрыл пятницу локальным максимумом 1.18. Рост продолжается, собственно открыли сегодня с небольшим гэпом. Общая динамика у нас сохраняется восходящая. Если мы с вами смотрим дневной таймфрейм, то фактически мы переходим в фазу восходящего движения. И следующая цель роста это движение на 1.19 и на 1.20 по евро-доллару. Вот здесь мы видим как раз переход в фазу также восходящего движения. То есть если раньше я на прошлой неделе, до прошлой недели рассматривал вероятность нисходящего движения, то сейчас уже больше признаков на то, что мы скорее всего возобновим свой рост. Ну и собственно то, что мы видим по индексу S&P 500, за которым мы следим в первую очередь. По британской валюте также сохраняется движение восходящее. Сегодня уже обновляем локальный максимум с точки зрения часового таймфрейма. Поэтому здесь покупки остаются в приоритете. Цель роста это движение в область 1.32. Из этой области вполне вероятно, что мы можем увидеть коррекцию. Вот данную коррекцию имеет смысл рассматривать для входа на повышение. Фактически здесь мы с вами видим то, что цена сейчас пытается закрепиться выше максимум, который мы видели в середине сентября. То есть это будет некий признак того, что у нас начинается вновь восходящее движение. После этого при коррекциях опять же имеет смысл рассматривать точки для входа на продолжение роста. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь были попытки у меня как раз покупать до прошлой недели. И собственно здесь как мы видим, опять же да, был сигнал на то, что можно входить на покупку. Но нет, нужно ставить, как всегда я напоминаю, нужно ставить стоп-лоссы. Потому что если на рынке ситуация поменяется, как собственно настроение Трампа может поменяться, то в этом случае мы должны быть готовы, что ситуация на рынке будет происходить по-другому, нежели чем мы планировали. Поэтому в данном случае стоп-лосс, который сработал, он помог защитить мой счет от ненужных потерь. Собственно сейчас мы тоже видим, что тенденция нисходящая как раз получила больше продолжения. То есть мы не смогли удержаться выше области поддержки, от которой я как раз пробовал покупать. Сработал стоп-лосс. Поэтому сейчас как раз основной приоритет здесь идет непосредственно на продаже по данной валютной паре. Соответственно здесь при коррекции, которая будет возникать, также имеет смысл рассматривать вход на продажи, пока мы видим как раз рост по фондовому рынку. По паре американский доллар и японская иена. Здесь также я для себя рассматривал уже непосредственно продажи, как раз на фоне того, когда ситуация стала на рынке меняться. И сделку на продажу здесь я открыл. Открыл в пятницу, входил несколькими частями. Собственно сейчас сделка продолжает быть активной. И здесь я для себя рассматриваю движение в область минимальной значения, которую мы видим в сентябре. То есть это такая как цель среднесрочная по данной валютной паре. Конечно, можем туда прийти довольно-таки быстро, как мы видели. Это как раз в середине сентября. Но вполне вероятно, что чуть дольше времени для этого потребуется. Но тем не менее. То есть пока здесь я нахожусь в позициях. Сегодня мы опять обновили локальный минимум, что подтверждает как раз сохранение данной нисходящей информации. Ну и буду отслеживать. То есть пока стоп-лосс, пока тейк-профит у меня стоит. Стоп-лосс я скорректировал. То есть перенес за локальный максимум, по которому я входил как раз в пятницу. Ну и собственно жду движения в области 104.40. И если что-то будет меняться на рынке, то конечно буду выходить раньше. По австралийцу опять же продолжается восходящее движение. То есть опять начинается формироваться восходящий тренд. То есть да, мы немного скорректировались от тех максимумов, которые были в сентябре. И были попытки на начало как раз нисходящего движения. Почему я и входил в шорт. Соответственно сейчас мы также видим обновление локальных максимумов начала сентября. Поэтому коррекция, которая здесь будет возникать. И покупка на этих коррекциях будет здесь как раз разумным действием в текущий момент, в текущий ситуации. Конечно не входить не по текущим ценам. Опять же то, что я пробовал продавать. То есть цена ушла на какой-то момент в ту коррекцию, которая была. Но все-таки общий тренд все-таки продолжается восходящий. Поэтому выход из данных продаж был, я считаю, также оправдан. По новозеландцу. По новозеландце также здесь у нас сохраняется восходящее движение. В пятницу мы довольно-таки неплохо отросли. Здесь я тоже пробовал для себя ставить отложенный ордер. Хотел я присоединиться к этому движению, если бы была коррекция как раз в пятницу. Но ее, к сожалению, не было. Поэтому сейчас вот данный отложенный ордер на присоединение в рост я уже удалю. Потому что фактически сценарий уже реализовался. То есть если посмотреть более крупный таймфрейм, соответственно, если мы увидим еще раз коррекцию в области 65.70, 65.60, то из данных уровней, из данных точек я бы для себя как раз вход также рассмотрел. Золото продолжает также расти. То есть фактически сейчас с точки зрения дневного таймфрейма мы видим вновь формирование восходящего канала, восходящее движение. Поэтому по золоту я также для себя буду рассматривать возможности покупать. Покупать на коррекции. Конечно, не сейчас. Соответственно, новый локальный максимум. И, конечно, еще мы можем увидеть не скоро. Но, тем не менее, пока по результатам пятницы, по результатам движения и действий Трампа, которые мы видим, мы видим продолжение укрепления американского фондового индекса, S&P 500, ну, в принципе, фондового рынка, падение американского доллара. Ну, и на этом фоне мы видим рост золота. Фактически мы вернулись к той тенденции, которая была до сентября, до периода как раз коррекции. Ну, посмотрим, насколько долго она будет продолжаться. Также по индексу DAX мы видим возобновление роста. Также мы торгуемся сегодня уже по локальный максимум. Немного обновили. Сейчас скорректируемся последние пару часов. Но общая тенденция здесь также по DAX сохраняется восходящая. Поэтому покупать на коррекциях также я для себя буду рассматривать данный сценарий. Ну, и по S&P 500. Конечно, здесь я пробовал много раз и покупать, да, и когда цена меня выбивала, двигалась в противоположном направлении. И пробовал шортить, так как мы находились как раз в такой зоне неопределенности. Но сейчас фактически нам цена показывает о том, что да, мы готовы, пока готовы продолжать рост. Особенно если еще поддержит рынок новыми стимулирующими мерами. Соответственно, коррекции, которые здесь будут возникать, будут для себя рассматривать как возможность покупки данного актива как раз на продолжение роста. Ну, и завершили наш обзор нефтемарки Brent. Фактически сегодня мы уходим в коррекцию. Торгуемся сегодня ниже минимальные значения, которые были соревнованы вчера. Напомню, что практически весь октябрь нефть подрастала. Фактически дошли до локальных максимумов, которые вы видели в середине сентября. Но пятница была довольно-таки не активная в плане торговли. Сегодня мы торгуемся как раз ниже минимальных значений пятницы. Поэтому вполне вероятно, что по нефти мы можем увидеть коррекцию, которая будет действовать в течение нескольких дней, а то и нескольких недель. Но обязательно будем за этим следить и обсудим уже в наших следующих выпусках. Завтра вебинар по выборам США. Обязательно приходите. Ссылка будет в описании к этому видео. Ну а если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк. Если появились вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня. Всем спасибо за внимание и до свидания.